Итак, привет, друзья! И снова, как вы видите, я заходила в Фикс Прайс. На самом деле я ездила на биржу труда. Конечно, там у нас творится полная жопа, извините. Но если вам интересна тема, как трудно найти работу в Москве, то оставляйте комментарии, я обязательно сниму такое видео и расскажу вам о всех трудностях. Так вот, шла я с биржи, решила прогуляться по Перовскому парку и в итоге вышла на улицу из парка и там увидела Фикс Прайс. Думаю, ну зайду, посмотрю, может быть, в нем есть что-то, чего нет в нашем Фикс Прайсе. И, в принципе, так оно и получилось. И давайте же я вам покажу, что я взяла. Взяла, собственно, не так много. Взяла шарфик. Видела в обзоре у Анютки, но другого, по-моему, цвета. Там еще у нас были в основном серые, коричневые, какие-то песочные. Вот такой бирюзовенький и был еще такой травянисто-салатовый. Я, в общем, соблазнялась, чтобы взять два, потому что мой цвет любимый тоже зеленый. И, в общем-то, я подумала, что, в принципе, у меня уже есть шифоновый зеленый шарфик, поэтому взяла бирюзовый, потому что бирюзовый тоже люблю. Дальше взяла любимые конфетки, которые мне понравились. В прошлый раз я их брала или в позапрошлый. В общем-то, очень вкусные как раз в моем стиле. Взяла новые батончики, у нас таких нет. У нас по-прежнему яблоки и кофе продают, поэтому решила попробовать новые с апельсином и аронией. Также взяла вот такие текстовые делители. Думаю, что разыграю их на конкурсе. Скоро будет конкурс, так что будьте внимательны. И вот такой вот ежедневник. Я решила выбрать такой нейтральный, потому что в основном там ежедневники с цветами, и написано, что они для женщин. Но, в принципе, здесь он точно такой же, как и все остальные внутри. Я думаю, вы их видели. Вот тут деньги, бюджет и все такое. Но снаружи он довольно нейтральный, несмотря на то, что на нем есть блестки. Но, кстати, тоже будет участвовать в конкурсе. И также еще взяла, у нас появились вот такие штучки для нейл-арта. Но я не для ногтей буду использовать. Вообще у меня таких баночек дофига из Китая. Но я решила взять одну, проверить, отличаются они чем-то или нет. Или это то же самое. Вот, по-моему, 50 рублей стоили. Потом увидела, видела в обзоре у Олечки балл вот этот мультипласт. И увидела, решила тоже взять, потому что я не люблю вот эти современные какие-то пластыри, такие, знаете, пленочные. Мне вот подавай классический бактерицидный пластырь. А этот, вроде как, у него текстильное здесь покрытие, а не пленочное. Поэтому взяла, попробую, посмотрю. Расскажу потом. И увидела вот такую пасту. Собственно, я только с платом и пользуюсь. Но вот именно актив я вижу впервые. Это большая упаковка. 100 мл. 99 она стоила. Вот, в общем-то, взяла на пробу, потому что кальция не было. Были только маленькие тюбики. А маленькие тюбики, знаете, как-то дороговато выходят. Ну и вот такой чек получился. Еще скидку мне сделали с карты. Я решила баллы не экономить. После того, как они после Нового года сгорели, знаете, как-то обидно стало. В общем, вот такие маленькие покупки, новенькие. Скоро будет конкурс. Так что подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, оставляйте комментарии. И до новых встреч, до новых видео. Пока-пока.